Итак, теперь мы с вами готовим нашу ведомость рабочих чертежей и научимся выводить чертежи на нашу печать, то есть сохранять их в формате PDF, либо выводить на PlotterPrinter, либо на облачное какое-либо хранилище. Итак, что я проделываю? Для начала, чтобы у меня корректно были заполнены все элементы моей ведомости, я создам дополнительные листы по факту, которые у вас уже будут созданы. У меня только план первого моего этажа, я создам необходимые, чтобы вы могли понять, что у меня будет добавляться в мои ведомости. Правой кнопкой мыши, новый лист, пускай это будет такой же лист А3А, переименовать. Количество пойдет он третий, план второго этажа, ну возможно у вас там план третьего и последующих этажей, я пока зацикливаться на этом не буду. Снова лист А3А, фасады, грубо говоря здесь пойдут все четыре обозначения фасада, предположим фасад АД, также пойдет фасад ДА и прочее и прочее. Снова новый лист, я дополнительные фасады не буду делать, чтобы время сократить просмотра все-таки, надо чтобы это было дельно все, потраченное время. Переименовать, разрез, разрез 1.1. Итак, что я делаю? Теперь на листах, правой кнопкой мыши нажимаю, новый лист. Новый лист у меня будет создан на листе формата А4 в книжной ориентации моего листа А4К. Переименую его. Сейчас, секунду, выключу сторонние звуки. Он пойдет под номером 1, и это будет ведомость. Ведомость рабочих чертежей. Ведомость рабочих чертежей. Окей. Теперь точно так же, как и с экспликацией помещений, которая была в прошлом видео, начнем создавать нашу таблицу. Мы перейдем во вкладку вид, спецификации, список листов. В списке листов мы с вами добавим номер листа, дальше имя листа, дальше утвердил, и добавлю последнее разработал. Последняя строка нам потребуется для выравнивания всего нашего текста по таблице. Дальше. Перехожу в фильтр. Ничего здесь не изменяю. Сортировка и группирование по имени нашего листа. Дальше. Вкладка форматирования. Здесь я ничего не затрагиваю. Я могу, конечно, сразу же здесь изменить обозначение. Давайте это сразу же сделаем. Номер листа. У нас будет лист. Имя листа. Наименование. Утвердил. Будет примечание. Разработал, оставляю без изменений. Но могу туда поставить единичку по аналогии, что мы с вами проделывали в прошлом видео. Вид. Убираю галочку отделять данные пустой строкой. Линии сетки поставлю 0,5. Рамку поставлю галочку. Линии тоже 0,5. На самом деле, отмена. Рамку, галочку убираем. Нам не нужна она сейчас. Убираю галочку показать название. Текст заголовка. У нас остается x и к пиуру. Текст заголовка x и к пиуру. Текст грифов x и к пиуру. Окей. Что я здесь настраиваю? Ну, этот проектировщик я оставлю. Единицы и проектировщик. Настраиваю сначала первое отображение. Наши листы. Выделяю колонку А. Изменяю ее размер. Размер колонки А будет 15 мм. Размер колонки Б у нас будет 140 мм. Размер колонки С у нас с вами будет 30 мм. Для простоты выполнения можно колонку Д сделать размером 2 мм. Единицу программа сделать не даст. Мы с вами сделаем 2 мм. Окей. Теперь произведем выравнивание наших всех основных пунктов. Выделяю колонку А. Выравнивание по горизонтали. По центру. Выравнивание текста. По середине. Наименование. Подсвечиваю. Само обозначение наименования. Оно у меня будет по центру и в середине. Колонку С. Выравнивание по центру и посередине. Примечание нам нужно сразу же немного подредактировать. Приме. Дефис. Пробел. Чание. Так оно будет нормально отображаться на нашей общей строке. Выделяю колонку D. Выделяю колонку D. Изменить шрифт. Общий. Ставлю для него 3,6. 3,6. Подсвечиваю первое обозначение. Редактирую шрифт. Ставлю там высоту. 9. Ок. Что я проделываю теперь? Выделю всю свою таблицу. Точнее, как всю. Выделю ее до D. D оставлю без выделения. Нажму редактировать границу. Что я проделываю здесь? Перехожу в тонкие линии. Выбираю 0,18. И по центру убираю эту линию. Возвращаю ее назад. Точно так же, как мы с вами проделывали в предыдущей инструкции. Ок. Подсвечиваю колонку D. Нажимаю редактировать границу. И убираю все свои линии. Сейчас проверим, уйдет у нас граничное значение или нет. Если уйдет, мы ее восстановим. Что я делаю теперь? Перехожу на лист ведомость рабочих чертежей, который мы с вами создали заранее. Зажимаю левые клавиши мыши по списку наших листов. Возвращаю. Ок. Примечание мы можем восстановить. Возвращаясь в список листов. Примечание. Уберу пробел и дефис. Подсвечу колонку D назад. Я вижу то, что она у меня некорректно выполнилась. Снова границы. Выбираю линию 0,5. Работаю и ставлю изменение состояния левой грани. Ок. Возвращаясь на ведомость рабочих чертежей. Выравниваю ведомость при помощи функции перенести. Накладываю ее сначала на общие границы моей рамки. Проверяю, чтобы она у меня ровно сошлась. Никаких откосов у меня нет. Дальше что я делаю? При помощи функции перенести. Цепляюсь снова за уголок. И тяну обозначение на 20 миллиметров вниз. 20. Проверю себя высоту строк. Линейкой измерю расстояние. Расстояние. У нас здесь должно было получиться 15, а получилось 20. Сейчас изменим. Здесь у нас должно получиться 8. 8 здесь у нас с вами получилось. Ок. Захожу назад. Спецификацию наших листов. Подсвечиваю под единицей наш основной элемент. И уменьшаю шрифт. С девятки попробуем... Ровно. 6.75. Внизу у нас с вами должно получиться 8. Сейчас заодно перепроверим. 8. Избавимся от единицы от нашей. Единицу просто подсвечиваю и удаляю. Возвращаясь к ведомости рабочих чертежей. Подписываю ведомость рабочих чертежей. Высота текста 5 миллиметров. Для этого я перехожу во вкладку аннотации. Текст. Выбираю выпадающий менюшки. Эксекпюр 5 миллиметров. Так как это у нас чертеж. Ведомость. Рабочих. Чертежей. Выравниваю ее, чтобы она была у меня по центру. Любым доступным методом. Ведомость у нас с вами готова. Рассмотрим пример вывода чертежа на печать. Поговорю о стандартных принтерах PDF. Как вообще он сохраняется. Куда используется фал для сохранения. Как потом его открыть. Итак. Мы с вами должны располагаться на том необходимом листе, который мы с вами будем выносить на нашу печать. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-P. Вывод на печать. Либо мы можем файл. Файл. Печать. Вывод чертежа на печать. Как вам будет удобнее. В данном случае в стандартных настройках, если вы ничего не добавляли в программный комплекс, у вас будет доступ к Microsoft to PDF. Microsoft to PDF, но я не советую им пользоваться. С ним могут быть ошибки. Лучше всего использовать либо PDF Creator, либо PDF Exchange, как вам будет удобнее. Название этих элементов я оставлю в описании. Сможете потом как-то ими воспользоваться. Я буду пользоваться PDF Creator. В PDF Creator что я делаю? Во-первых, я устанавливаю, куда у меня будет сохранен мой файл. Пускай он у меня тоже на диск мой будет сохранен. Дальше. Параметры. Установить. В параметрах что мы с вами делаем? Настраиваем. В первую очередь бумагу. Формат А3 мы с вами использовали. Поравнение. Галочку по центру. В масштаб сотый. Здесь ничего не трогаю, ничего не трогаю. Выбираем альбомная либо книжная ориентация листа. Сохранить как. Сохраняем данный шаблон по умолчанию. Чтобы он у нас применился ко всем листам. И нажимаю ОК. Могу нажать просмотр данного документа. Я вижу то, что он у меня идет полностью по нашим границам моего листа. Итак, что я сделаю? Снова Ctrl-P. Нажму ОК. У меня сохранится PDF документ. И автоматически он может у вас открыться. Как только будет завершена печать. В данном случае вот он у меня PDF открылся. Я его сохраняю. Пока я не обновляю, спросить позже. И смотрю, какой у меня элемент получился. Вот он мой PDF файл. Он сохраняется ровно по тому пути, который мне необходим. Да, я вижу то, что у меня еще гаражные ворота не отредактированы. Простите, пожалуйста. Но я думаю, в данном случае будет понятно, что я проделывал. Давайте проделаем это еще раз. Еще раз повторим на примере ведомости рабочих чертежей. Проделаем все то же самое. Нажимаем сочетание клавиш Ctrl-P, чтобы открыть параметры нашей печати. Выбираем снова Printer Plotter. Проверяем, чтобы он остался тот, который был необходим. Заходим в параметры. В параметрах проверяем всегда размер бумаги. Проверяем ориентацию нашего листа. В данном случае А4 у меня в книжной ориентации листа. Масштабирование 100%. Все остальное мы не трогаем. Нажимаем ОК. Можем, конечно, просмотреть данный документ. О, прошу прощения. Я не перешел на ведомость. Ведомость рабочих чертежей. Ctrl-P. Установить. Проверяем. А4, А4. Масштаб. Все ОК. ОК. Просмотр. Документ настроен у меня верно. Да, верно. Снова Ctrl-P. Печать. Задаем название нашего файла. Рабочих чертежей. Нажимаем сохранить. Не обновляю я пока. Вот она моя ведомость рабочих чертежей. Не забывайте в ведомости, когда вы создаете новый лист, проверять имя, фамилию, чтобы все строки были заполнены верно. Вот такие вот дела. У нас с вами все. Если вам понравилось, вы знаете, что нужно делать. Скоро еще увидимся. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.